приветствуем наших подписчиков и гостей канала эзотерика для тебя друзьям и вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня с вами мы уделим внимание 22 октября и поговорим о том что ни в коем случае нельзя произносить это слово потому что именно это слово сегодня 22 октября ведет к нищете бедности и безденежью почему это именно так а также какой сегодня у нас народный праздник что можно что нельзя делать по народным приметам и лунный календарь на 22 октября далее в этом видео а прямо сейчас подпишитесь на канал эзотерика для тебя ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми кого вы любите кого вы цените кому вы желаете мира любви и гармонии пусть они также знают об этой важной и ценной информации а мы с вами начинаем с народного календаря на 22 октября и так 22 октября это иаков алфеев день по-другому этот день назывался у наших предков первая каша яков древопилец или яков студеный а вот согласно церковному календарю в этот день верующие вспоминают святого иакова алфеева брата апостола и евангелиста матфея православная церковь отмечает память одного из двенадцати апостолов иакова алфеева который был братом евангелиста и апостола матфея приняв с другими апостолами сошедшего с духа святого иаков отправился наставлять заблудших на спасение и проповедовать слово божие сначала он совершал апостольское служение в иудее потом с апостолом андреем месопотамии проповедовал учение христова в сирии и египте и южной палестине в народе по традиции народного календаря 22 октября отмечают день первой каши названной так потому что сегодня хозяйки обязательно готовили кашу из крупного урожая традиционно день якова студеного крестьяне проводили заготавливая на зиму дрова по народным приметам они горят и греют лучше чем срубленные летом да и раньше заниматься этим было некогда в вовсю шли полевые работы а сейчас наступало идеальное время чтобы позаботиться о том чтобы нарубить дров рубили обязательно в дровяники это месте где растут осины березы и вы ольха и кривоствольные сосны и ели с 22 октября начинали молодьбу пшеницы обдирание опроса и овса после работы женщины готовили пшеничную овсяную или ячневую каши нового урожая заправляя все это салом или маслом обязательно пекли пироги с кашей которыми угощали родных близких и соседей верили в народную примету что отведавший такой пирог будет здоров и силен в течение года а также проведет и вот этот год в счастье и благополучии на я кого 22 октября закрывался грибной сезон собирали последние сыроежки которые солили или жарили с картошкой из леса обязательно 22 октября нужно было вернуться до темноты чтобы не встретиться со злыми духами которые боялись дневного света но свободно себя чувствовали ночью также принято сегодня было задабривать лесного духа лешего оставляя ему на пне кашу хлеб и его жену который преподносили в качестве подарка цветной платок считалось что тогда они помогут выбраться из даже самой густой лесной чаще а также защитят от ран и других травм в лесу девушки 22 октября на собранные сыроежки наговаривали приворотные слова и угощали этими грибами понравившегося парня если же он отказывался принимать угощение то девушка это блюдо закапывала под сухим деревом опасаясь что кто-либо другой может съесть и влюбиться в нее рожденные в этот день люди как правило суровые и неприступные однако если в кого-то влюбиться то превращаются в романтиков качестве талисмана подходит сапфир что же нельзя было делать в день якова студеного 22 октября и наверное главное что нельзя было делать в этот день это растрачивать свои силы понапрасну поскольку народные приметы на говорят нам о том что вместе с ними надолго уйдет и здоровья в день якова студеного рекомендуется планировать все свои действия заранее и даже если все задуманное получится закончить раньше времени не надо браться за что-то новое также нельзя 22 октября завязывать новый роман так как он принесет только разочарование если молодые люди понравились друг другу надо перенести первое свидание на другой день в день якова студеного на пути к их встрече будет очень много преград также сегодня не следует ссориться с близкими людьми 22 октября так как сегодняшний конфликт может перерасти в длительную войну между родственниками друзьями или супругами что чревато полным прекращением общения приметы не рекомендуют в день якова студеного рассказывать свои сновидения даже если они и очень приятные если же вам приснется дурной сон то нужно положить под подушку изумруд и тогда плохое не сбудется а вместо негатива станет снится только светлое и радостное также нельзя было 22 октября есть картофель и каши кроме крупяной ее нужно приготовить таким образом чтобы плавала в масле ведь она чем вкуснее и сытнее тем считалось что будет благоприятнее весь год также наши предки верили в примету что такая еда сулит стабильный заработок и отсутствие финансовых проблем не рекомендуется в день якова студеного заходить в чужой дом с пустыми руками даже если вы изошли буквально на пару минут также 22 октября надо в обязательном порядке хозяевам преподнести какой-то подарок это могут быть сладости фрукты или сдобу также вы можете сегодня и деток угостить чем-то вкусным и тогда по народной примете семья будет жить в добре и здравии а принесший презент или подарок очень скоро наладит материальное положение есть вероятность что у него в гору пойдет карьера а значит и увеличится и заработная плата поэтому если вы желаете улучшить свое материальное состояние то именно сегодня 22 октября не говорите в этот день о какой-либо любой бедности все что вы озвучите в этот день то вы к сожалению и получите потому что энергетика этого дня она настолько велика что самое обычное высказывание сегодня имеет достаточно огромную силу неосторожным словом или высказывание вы просто можете разрушить жизнь и свою судьбу такой день ни в коем случае не желайте людям зло все сказанное будет возвращаться бумерангом и при этом будет возвращаться бумерангом самые кратчайшие сроки поэтому сегодня не говорите эти слова и тогда у вас весь год вы проживете в изобилии и достатке далее друзья у нас с вами лунный календарь на 22 октября 2021 года знаете именно сегодня обостряются материальные потребности многим людям захочется стабильности и благополучия поэтому именно сегодня хорошо решать любые финансовые вопросы сегодня вы можете покупать красивые вещи которые собираетесь использовать долго но здесь важно находиться в состоянии гармонии и равновесия и обязательно отпустите обиды если вы почувствуете избыток сил направьте его в творческое русло или посвятите время физической активности энергетика этого дня слишком гармонично с другой стороны сегодня спокойный и благоприятный день идеальное время для восстановления сил хорошо если у вас есть возможность сегодня отложить работу и просто отдохнуть важно быть в спокойном и расслабленном состоянии отличное время для того чтобы мечтать творить и думать о будущем полезно проводить сегодня очистительные процедуры из спа про и извините очистительные практики и спа процедуры обращаю ваше внимание что 22 октября достаточно хороший день для бракосочетания но больше какие-то серьезных мероприятий не планируйте на этот день как можно сказали сегодняшний день это расслабление и легкости даже для безнадежных пессимистов которые в этот день с легкостью найдут причину для хорошего настроения поэтому вот та вот позитивная энергия которую вы подарите сегодня окружающим обязательно принесет вам удачу и везение этот день благоприятный для роз разного рода праздников сюрпризов и неожиданных открытий только надо быть обязательно открытым и искренним символ сегодняшнего дня это у нас друзья виноград это символ плодородия также сегодняшний день хорош для зачатия детей сбора урожая или позевных работ очень благоприятное будет первая половина дня она дает отличную возможность для использования внутренней энергии творческие дела в этот период особенно удаются в этот день в обращаем ваше внимание если вы во что-то не получается пожалуйста не расстраивайтесь не притягивайте в свою жизнь какой-либо негатив поэтому если у вас что-то не получается то лучше все дела отложить также сегодняшний день благоприятен для торговли и финансовых дел также творческих открытий и вдохновений новые дела начатые именно в этот день будут требовать у вас постоянной корректировки и пойдут не так как вы задумали изначально также сегодня 22 октября вы по выполняйте практику смеха что это значит то есть на протяжении всего дня смейтесь улыбайтесь возможно вам сегодня это будет сложно сделать почему потому что как правило те люди которые находятся в смятении у них какие-то серьезные проблемы депрессия и не могут смеяться они не могут радоваться но постарайтесь включить какой-то любимый фильм возможно кто-то любит штепсика и тарапульку включайте и пусть через смех вы пронесите вот эту энергию любви энергию радости и сегодняшний день именно он хорош для раскрытия женской энергии и преображение и укрепления также сегодня хорошо пройдет практика с помощью танца то есть включите любые в любимую свою музыку и начните танцевать вне зависимости того умеете вы танцевать не умеете танцевать потому что энергия танца она запустит определенные энергии вашей жизни вот друзья но сами такое будет день 22 октября это у нас пятница мы надеемся что вы его проведете этот день на позитивной волне пусть вашей жизни будет все прекрасно и хорошо